Субтитры предоставил DimaTorzok Среднего образования, начального образования в Одинцовом мы должны проблему школы решить в 22-м, максимум в 23-м году. Большая программа, мы отправляем сюда миллиарды рублей для того, чтобы ликвидировать тот дефицит, который образовался. Вообще тема актуальна для Подмосковья. Вы знаете, что каждый год у нас контингент растет. Вот сейчас на 1 сентября плюс 40 тысяч учащихся детей пойдут в школы. И, конечно, мы должны максимально форсировать программу социальной инфраструктуры, строить школы, детские сады, попросту говоря. Хотя за ними следуют и поликлиники, и амбулатории. Все это является приоритетом нашей работы. Самая большая школа округа на 2200 мест через два года появится в микрорайоне «Гусарская баллада». Что же касается образовательного учреждения, возводимого в ЖК «Сколковский», то Андрей Воробьев поручил строителям найти возможность ускорить работы. Ранее ввод объекта планировался на 1 сентября 2020 года. Постараемся сделать так, чтобы детишки маленькие пошли уже с 15-го, с 14-го января. Потому что в соседней школе у нас там сколько, 13 классов? 13 первых классов. Школа перегружена, и мы должны разрядить эту ситуацию. Школа должна разгрузить расположенные рядом учебные заведения. В ней будет 54 класса и вся сопутствующая инфраструктура, соответствующая самым строгим образовательным стандартам. 22 тысячи квадратных метров площади. Имеет два спортивных ядра. Ахтовый зал на 480 мест и столовая на 480 мест. Также является большое спортивное поле двойного назначения, которое могут использовать и дети, и жители района. И губернатор области, и глава округа Андрей Иванов плотно пообщались с местными жителями и представителями родительского сообщества. Все высказанные замечания и предложения будут обязательно рассмотрены и максимально учтены. Сегодня была главой представлена та дорожная карта на ближайшие, так скажем, 3-4 года по реализации постройки этих важных социальных объектов. То есть на наш взгляд, скажем, то, что мы услышали, то есть какие-то даже новые вещи для нас были озвучены. Действительно, это очень важно. Мы приходили поговорить о самом важной, наверное, на сегодняшний день теме. Это открытие школы Сколково, поскольку микрорайон вырос, построился, и дети сейчас пошли в школу, в те школы, которые рядом стоят. И в связи с этим у нас получилась очень большая нагрузка на школы. До 17-го у нас рассчитано на 1600 мест, а набрали 2500. А 16-я школа рассчитана на 500 детей, набрали 800. Андрей Воробьев отметил, что строительство новых школ и внимание к вопросам образования позволило Московской области по итогам прошлого учебного года выйти на второе место в России по качеству образовательных услуг. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.